Коллеги, еще раз добрый день. Я действительно постараюсь закрыть тему, связанную с тем, что происходило за эти 4 дня. Я не буду, наверное, на всех подробных вопросов останавливаться, что-то за 15 минут я точно не успею. Презентация у вас будет доступна. Я хотел бы обратить просто внимание на какие-то ключевые моменты, которые, на мой взгляд, показались интересными. И когда вы будете смотреть саму презентацию, справа я взял слайд из прошлогоднего форума, где были поставлены некие задачи, планы. И можно сравнивать, насколько эти планы были выполнены, либо соблюдены. Ну, пожалуй, наиболее сильно выделился в этом плане стек России, который за этот год не только принял ряд своих документов, но и анонсировал ряд новых вещей, связанных с новыми требованиями к средствам защиты, с новыми ГОСТами по управлению уязвимостями, с проектом ГОСТа по защищенной разработке, что, опять же, хорошо идет в общем русле жизненного цикла безопасности банковских приложений. И достаточно интересная вещь – это анонсированная база уязвимостей и угроз, которая в начале марта должна быть доступна всем желающим, которой можно будет пользоваться, в том числе и для своей деятельности. Анонсированная в прошлом году идея о законопроекте, о критических информационных инфраструктурах, она, к сожалению, затянулась по ряду причин, и на сегодняшний момент даже в Госдуму этот законопроект не внесен, но, как уже было высказано в первый день мероприятия, большая часть банков, по крайней мере, верхняя часть крупных банков, попадет в критические информационные инфраструктуры, поэтому вам придется выполнять требования еще и, которые будут указаны в самом законе и в дополнительных документах, которые будут разрабатывать в СТЭК и ФСБ в части своих полномочий и компетенций, поэтому, наверное, ближе к середине-концу года будет понятно уже, какие еще требования попадут на вас с точки зрения регулирования. Значит, в прошлом году Виталий Сергеевич говорил о том, что они планируют выполнять надзорные функции в рамках 584-го постановления правительства о защите информации в платежных системах, но, как вы знаете, за этот год, собственно, ничего не произошло, но и, судя по тому, что ФСБ сейчас сильно сконцентрировался на государственных органах, то, видимо, уже и не произойдет, а это плюс для финансовых организаций. Значит, также ВСТЭК очень сильно сейчас меняет подходы к сертификации средств защиты информации, то есть помимо изменения самих правил сертификации и правил обновления сертифицированных средств защиты, будут в этом, а также в начале следующего года, выпущены новые руководящие документы с требованиями к широкому классу спектра защитных средств, то есть практически все, что прописано в 21-м приказе, оно будет иметь свое преломление в виде руководящего документа. То есть мы здесь видим, это новые РД по меж тем экранам, по управлению потоками, по управлению доступом, по идентификации, аутентификации контроля доступа, по ДЛП, по сканерам безопасности, по контролю целостности, по очистке памяти, ограничению программной среды, по виртуализации, по биосам, по операционкам и по СУБД. То есть по всем этим темам ВСТЭК либо уже подготовил проекты РД, либо их подготовят в ближайшее время, что опять же, как мы понимаем, коррелируется с планами по разработке новых РС, которые в рамках ТК-122 готовятся первым подкомитетом. С точки зрения ФСБ, с того, что было анонсировано в прошлом году, сделано было 378 приказ, опубликован и вступил в силу с 28 сентября прошлого года, произошло изменение подхода в сертификации с КЗИ в части целостной системы криптографической защиты и отход от сертификации отдельных криптопровайдеров, собственно, что было в конце 2013-го, в начале 2014-го года, доведено до разработчиков. Очень много сейчас говорится о Госсопке, что для кредитных организаций имеет отношение с двух точек зрения. Во-первых, Финцерт, в который вы будете отдавать данные, связан будет с Госсопкой и является там частью вот этой государственной системы предотвращения компьютерных атак. И вторая составляющая, если вы попадете под требования закона о критических информационных инфраструктур, то вы также будете обязаны со своей стороны еще отдавать данные в Госсопку. Ну, по крайней мере, сейчас именно такая модель, но примерно так же, как вы отчетность по инцидентам отдаете и в Центральный банк, и своим операторам платежных систем, то есть двойная такая работа по отчетности, вот по Сопке будет примерно то же самое. Ну и был анонсирован отечественный КСМ, как минимум в НСПК, возможно, и не только в НСПК, кто-то захочет его использовать, опять же, тоже достаточно интересный анонс был сделан восьмым центром. С точки зрения Роскомнадзора, каких-то серьезных таких нововведений, кроме 242-го федерального закона нет. 242-й федеральный закон, к сожалению, и по моему удивлению, вообще не прозвучал на этом мероприятии. Такое впечатление, что для банков, которые осуществляют трансграничные платежи, 242-й закон не представляет большой проблемой. Ну, если это так, то это хорошо, хотя со стороны Роскомнадзора, как бы они видят определенные опасения, что когда закон вступит в силу, со стороны банков будет огромное количество запросов, как, собственно, хранить персональные данные плательщиков, либо получателей денежных средств за пределами Российской Федерации, что, в общем-то, законом не совсем разрешается, ну, по крайней мере, по большинству трактовок, в том числе и трактовок Роскомнадзора. С точки зрения угроз, Центральный банк озвучил ряд интересных местами новых, угроз в основном связанных с геополитикой, и угрозы, связанные с информационными войнами. На эту тему было ряд интересных докладов, поэтому в материалах вы сможете с ними ознакомиться. Ну и традиционно, очень большое внимание уделялось теме мошенничества, и многие банки делились своим практическим опытом, как выстраивать систему борьбы с фродом, как назовем это наколеночными решениями, так и путем применения таких серьезных, дорогостоящих продуктов, каких-то мировых грандов в этой области. С точки зрения Банка России, значит, принята новая редакция 382П, которая у нас с марта вступает в силу, новые стандарты, СТО 1.0 и 1.2, две новые РСК, а точнее уже четыре, то есть я презентацию готовил этой ночи, поэтому еще не было сведений о том, что вчера были приняты две новых РСК по виртуализации и по ресурсному обеспечению. Соответственно, то есть у нас за этот год было принято, ну год с форума до форума, принято четыре новых РСК в рамках комплекса по стандартизации. Отменены две старые РСК по безопасности персданных и по отраслевой модели угроз, частной модели угроз персданным. Обещанный сдвиг в сторону управления рисками не произошел, но отчасти, наверное, это связано с тем, что в самом ЦБ происходит регулярно внутренние изменения и в составе департаментов, и в руководстве департаментов. Поэтому, не устаканившись внутри регулятора, внешняя политика тоже до конца, особенно в такой непростой теме, не выходит. На ближайшее время запланированы в рамках ТК-122 ряд новых РСК, это по предотвращению течек, по антифроду, по распределению ролей. Кто помнит, такая РСК там еще лет пять назад готовилась, вот сейчас к ней вновь возвращаются. Интересная РСК по облакам и аутсорсингу, тема актуальная для многих, она звучала на форуме, и по расследованию инцидентов, которая дополнит, собственно, ту РСК, которая сейчас есть по менеджменту, то есть как к целому процессу, а здесь будет РСК конкретной рекомендации по тому, как проводить расследование инцидентов, связанных с незаконным списанием, там, течением денежных средств. Также запланирован пересмотр всех старых, в кавычках, документов в рамках СТОБРа, которые не обновлялись, и расширение СТОБРа на некредитные организации, которые попали под ЦБ после слияния с ФСФР. Дальше вопрос, достаточно интересный, который был задан о слиянии 258-й формы по инцидентам с картами и 203-й формы по инцидентам информационной безопасности, так и не был решен, хотя его в прошлом году анонсировали, что его будут решать, но, к сожалению, так до сих пор эта тема и не решена, и, судя по ответам, возможно, в обозримом будущем решена не будет, потому что отчетности готовились для совершенно разных целей. Одна для надзора, другая для развития и оценки развития национальной платежной системы, поэтому у них цели разные, объединять их, но вот пока непонятно кто будет. Результаты 202-й, 203-й отчетности за 2014 год будут опубликованы в марте, но если все произойдет, как обещают, и остается вопрос, что делать дальше с 203-й формой, будет ли она полностью уходить в финцер, там может быть в обновленном варианте, либо добавится еще одна отчетность специально для финцер, а 203-й останется только для надзора, это тоже достаточно большая головная боль для многих банков, на которую пока, наверное, четкого ответа нет ни у кого, даже у ЦБ. С точки зрения предварительных результатов того, что было сделано в 2014 году по 202-й форме, по общему состоянию защищенности в кредитных организациях, мы видим, что 63% организаций у нас находятся на четвертом уровне, то есть среднее значение 0,74, как бы в соответствии требованиям 382-го положения Банка России, что в принципе, наверное, находится на уровне удовлетворительном, хотя представители ЦБ признают, что зачастую эти оценки либо завышенные, чтобы не попадать в прицелы регулятора, либо заниженные, чтобы также не попадать в прицелы регулятора, которые могут удивиться, что организации, которые первый раз подают 202-ю форму, сразу там единица с точки зрения значения, хотя, как мы видим, там полтора процента кредитных организаций имеют такое значение, единицы, то есть у них все идеально с точки зрения информационной безопасности. С точки зрения 203-й формы предварительной оценки по платежным картам мы видим, что число инцидентов плюс-минус из квартала в квартал остается неизменным, а вот по инцидентам в ДБО число инцидентов растет из квартала в квартал, то есть тенденция как раз достаточно печальная. То есть если мошенничество по картам, оно стабильное, то по ДБО оно только нарастает. И если сравнивать с предыдущим годом, 13-м, даже не 14-м, 13-м, то, наверное, здесь будет такой экспоненциальный рост, что лишний раз говорит о том, что надо усиливать внимание по данному направлению. Вот также подготовлены изменения в законодательство, направленные на противодействие хищениям и иным преступлениям в финансовой сфере, изменения в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный, в арбитражно-процессуальный кодекс, изменения в закон о банках, о центральном банке и в закон о национальной платежной системе, для того, чтобы вы могли более эффективно предотвращать хищение, возвращать похищенные деньги, ну и более эффективно работать в рамках финсерта, передавая им, точнее ему, определенные данные и при этом не нарушать какие-то смежные законы, например, тот же самый закон о персональных данных, поскольку сейчас та же самая деятельность клуба, она сопряжена с тем, что передаются данные о троперах, а это может вступать в противоречие определенное с законом о персональных данных, вот поправки должны помочь решить еще и эту задачу, с которой сталкивались члены клуба. Значит, дальше, что касается финсерта, его обещали запустить чуть ли не в начале 2014 года, но, к сожалению, геополитическая ситуация внесла определенные коррективы, поэтому процесс немного сдвинулся, примерно на полгода, но зато и он и поднялся на более высокий уровень, то есть этой темой заинтересовался сам без и как бы есть определенное распоряжение по этому вопросу, что придает более серьезную значимость как самому финсерту, так и той обвязки законодательной, которая вокруг финсерта будет создана. Разумеется, сейчас, поскольку сам финсерт не заработал, обещается, что это будет сделано в мае, огромное количество вопросов, как он будет работать, насколько оперативно он будет рассылать информацию, что это за информация, потому что в прошлом году говорилось о том, что он будет не только технические вещи рассылать по IP-адресам, черным спискам, анализу вредоносов и так далее, но и по правилам для антифрода. В этом году, как вы, наверное, заметили про правила для антифрода, речь уже не шла, то есть как бы сугубо технические вещи. Возможно, это правильно, потому что, если посмотреть на международный опыт, на тот же самый американский, вот я получаю такие бюллетени от американского церта, финансового, аналога нашего финцерта, они рассылают только техническую информацию о угрозах, о вредоносах, о доменах, с которых идет та или иная атака, о спамерских компаниях, то есть достаточно техническая информация, но рассылают ее при этом оперативно, и вот здесь всегда будет возникать вопрос, который озвучивал Артем в первый день, что с одной стороны финцерт в структуре ЦБ, а это значит определенная бюрократия, с другой стороны, от финцерта требуется оперативность достаточно серьезная, чтобы своевременно уметь реагировать на те инциденты, на те атаки, которые происходят. Достаточно интересно, что в прошлом году, хотя уже были события, и на, ну не то чтобы на Украине, но определенная напряженность была, об импортозамещении, о санкциях не было ни слова, а в этом году про эту тему говорили многие, ЦБ за этот год даже изменил определенные правила, и выпустил определенные указания, связанные с социально значимыми платежными системами, и изменил правила, связанные с сертификацией, ну или точнее, требования к использованию сертифицированным решениям, как минимум, в НСПК, и, собственно, изменилось отношение к актуальности угроз первого и второго типа. В СТО, по сути своей, их можно признавать неактуальными, и ЦБ это рекомендовал, а сейчас подход более гибкий, что ли, как бы сам банк, кредитная организация, принимает решения самостоятельно в этой сфере. То есть, эта тема, и как показали, как бы дебаты, круглый стол, во второй день, тема вызывает вопросы у многих, но в ней пока больше неопределенности, чем какой-то конкретики. Ни нормативных актов нет, ни критериев нет, что такое импортное, что такое отечественное, не замещать ни на что в достаточном объеме. Поэтому шума много, а вот принять какое-то реальное решение пока достаточно непросто. Поэтому вот в ближайшее время будет проводиться немалое количество мероприятий на высоком уровне. В среду будет в Совет Федерации на эту тему говорится, на этой неделе в Совет Безе должно было быть заседание, в марте будет в Федеральной службе безопасности заседание, и все будут обсуждать, как, собственно, решать эту непростую задачу. Также немного, но сказано было про НСПК, что система в бета-режиме заработала, соответственно, в ближайший месяц с небольшим должна заработать в промышленной эксплуатации. Требования по безопасности там даже выше, чем в рамках 382-го положения, как минимум, с точки зрения применяемых средств защиты. Но при этом НСПК, как часть национальной платежной системы, как отдельная платежная система, полностью подчиняется 382-му положению, поэтому каких-то отдельных документов по безопасности НСПК пока не планируется. Но вот, возможно, в будущем ситуация изменится, тем более, что остается открытым вопрос с точки зрения того же самого PCI DSS, но про это также сейчас скажу. Значит, упоминалась в очередной раз тема СРО, она и в прошлом году упоминалась, и в прошлом году не пришли никакому знаменателю, и в этом году тоже не пришли, но к чему-то должны в итоге склониться, потому что на совбезе подняли тему оценки качества программного обеспечения, это можно сделать либо через изменение закона о техрегулировании, что не просто, но тоже задача, либо через изменение закона о СРО, поскольку сейчас кредитные организации СРО создавать не могут, или участвовать в них, поэтому здесь либо один, либо другой закон менять, но что-то делать надо, поскольку требования к качеству используемого платежного приложения, либо АБС, они возникают все чаще и чаще, разработчики не очень оперативно реагируют на запросы со стороны ИЦБ, и кредитных организаций, поэтому надо выводить это в какое-то более, что ли, обязательное русло, коль скоро разработчики сами не могут нормально эту тему разрешить, хотя, как мы понимаем, со срок вопросов тоже немало. Вот по поводу PCI DSS, как вы помните, в прошлом году его не поднимали практически эту тему, в этом году его вообще по мне разу не упоминали, хотя работа ведется, сейчас как бы не начата, а практически заканчивается работа по более качественному, что ли, переводу третьей версии PCI DSS, делается это под Эгидой АБИС, делает компания Дейтери, которая представлена здесь на форуме, поэтому можно ожидать, что в течение квартала мы получим собственно официальный признанный не только PCI консилом, но и отраслью стандарт с нормальным переводом, а не то, как это было в, к сожалению, предыдущей редакции, когда с точки зрения английского языка там было очень большое количество косяков. С точки зрения выступлений, ну на мой взгляд, мало что поменялось, есть и галимая реклама в докладах, есть и зачастую непонимание специфики, наверное, за счет того, что поколение безопасников омолаживается, не все выдерживают тот марафон, который здесь задается, вы, наверное, все были свидетелями, или многие свидетелями, как бы, что молодой организм не всегда выдерживает, вот это новое, вот, и, наверное, из года в год ситуация будет только усугубляться, будет серьезный разрыв между старой школой и молодой школой с точки зрения умения читать презентации, вот, ну и совсем в заключении новые фишки форума, наверное, вы их тоже смогли оценить, во-первых, это приложение, что позволило сократить бумагу, соответственно, закрытая сессия по финцерту, которая вчера прошла, и вы смогли, если получить ответы не на все, то на многие вопросы, которые у вас могли возникнуть по данной структуре. Воркшопы, которые, как бы, вендоры вели параллельно основным заседаниям, и желающие могли посмотреть вживую, как работает тот или иной продукт, который применяется в банковской сфере. Больше круглых столов появилось, что, собственно, оживило мероприятие, позволило ввести интерактив определенный, ну и прийти к некому обсуждению, в котором, собственно, и рождалась истина, не просто выслушали, а спикеры что-то рассказывали. Было бесплатное обучение, и я слышал позитивные отзывы о том, кто проходил это обучение, то есть это понравилось многим. Ну вот, первый опыт проведения киберучений, наверное, тоже был интересен, хотя у меня здесь субъективная оценка, как инициатор этой идеи. и, конечно же, типография, то есть, книги, которые Авангард Про издавал, издает, а, наверное, будет что-то новое издавать, то, что в обычных магазинах купить будет невозможно, то есть, здесь, по сути, эксклюзивные экземпляры вы могли еще и получить с автографами автора. Что касается презентации, как бы очень часто задают вопросы, когда и где, но ответ очевидный, на сайте форума в течение обычной недели они выкладываются, ну, с учетом того, что у нас 23 февраля, наверное, это будет ближе к концу следующей недели выложены все презентации, ну, по крайней мере, те публичные презентации, которые спикеры готовы выложить, помимо тех закрытых, которые остаются нераскрываемыми. В принципе, все, что мне хотелось сказать, такой краткий обзор форума, который сейчас заканчивается, и, наверное, Артем скажет финальное слово. артем 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 артем